всем привет у нас хоть еще и пасмурно до сих пор то есть я не знаю пойдет дождь не пойдет дождь но будем расселять сегодня начну хотя бы расстелять молодняк по другим загонам чтобы им там было комфортнее жить ну и мне комфортнее ходить чтобы никто под ногами не каков вот так что смотрите пойду трудиться в принципе почти на целый день первым делом освобождать эту мамашу почему освобождать всего три утенка остальных забрали три синеньких осталось до дорогуша и из за того что они тут есть и едят они мало сидят под тобой утка греет понятно и когда он грязно потому что вы тоже ты и он-то утка пьете с этой же воды выгул я не могу открыть потому что потому что ты тут детьми семья твоя не гуляет травы не видит в общем ладно сколько дней прошло дней на на 35 и хватит заберем их брудер им там места хватит с руанцами а ты пойдешь отдыхать все людьми вся твоя семья спокойно еще отдохнет вон там еще утка есть и вот все они ели старт но это ладно мне не жалко они все пили вот это грязную воду и в принципе тормозили то чтобы семья могла спокойно ходить гулять на траву вот поэтому чем быстрее уточка отдохнет еще раз занесется и успеет еще высидеть вывод и потом уже будет их водить будет тепло сейчас опять у нас дождь дождь и дождь каждый день потом нужно освободить вон ту уточку бегу них у она и несет пустое яйцо а дети вон уже какие ваши некоторые уже с перьями что и отправим к мужчине к ее и вот этих расселить товарищей видите им тоже нужна свобода их нужно выпустить вот мы их выпустили такие большие пускай здесь сидят смотрю я мамаша особо не расстроилась вышла поесть соскучилась уже спокойно поесть попить и расслабиться вот она мамаша ну поедите погуляйте все вместе сегодня разрешаю вам да погулять на зеленую траву поесть вон сколько вас всех и опять дождь такие дела то что-то малыши сюда приперлись большим выгу идите идите я открыла пускай сходите да поешьте травку и дима маша сходи твои дети сохранности он пошла видите пошла все не расстраивается она все у него будет хорошо сейчас пойду поймаю мамашу принесу ее к селезню к остальной семье так что не боишься ты что не боишься ты что не боишься хватит так вот что Оставлю тут Так, это я открыла сетку Здесь, этого загона Мы затащили сюда дом Вот, в доме там еда Потом покажу Есть тазик с водой Все, сейчас сюда буду таскать Молодежь-бегуня Хотела их в ведре перетащить Но они слишком большие Пришлось в мешке Сейчас еще Так, еще партия Уточек Вторая Будет три мешка получается Побежали И остатки остались Сейчас выловлю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Мамаша уже там перед папашей танцует Не видно отсюда Ну вот бегунята Вот они будут там жить Ой-ой-ой-ой-ой В общем, надеюсь, они там траву победят В общем, показываю, вода тут есть Шланг тут достает мне близко Неудобно Там у нас еда Ну и кто захочет, можно внутрь залезть Здесь у нас две тетки Досиживают на гнезде Да? Привет, тетки! Им осталась неделя Вот Потом мы их отправим К их семье Так, а дети наши Вот здесь будут Вот они Вон Им такой хороший загончик достаточно И тень тут есть Деревья И трава И никто не мешает Да? Вон сколько вас много Все В принципе, этих Отселили, можно сказать Красавчики Бегуны все-таки красивые В своем количестве Когда их много Они очень интересные Мне разноцветные им очень нравятся Больше, чем орликины Вот они побежали Тут у них Длинный загон Сейчас Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Короче, метров 15 на три Вот такой вот загон Смородина у нас Уже Болтается В общем, 15 на три Им достаточно Будет тут Вырасти Они подрастут Я помечу Мам и пап Колечками И мы их пересадим Всех вместе В следующий Очень большой загон Туда Даль Скорее всего так Потому что На зиму На осень Весну удобно Когда бегуны Там где-то находятся Подальше От всех Им комфортней И нам хорошо Да? Толпа Ну, они сейчас Будут тут Пужаться Пока привыкнут Друг по другу Ходят Да А потом Они пойдут Вот в тот Загон Большущий Где сейчас Орликины И еще Мужики Для него Растут Там поколения Еще Вот И вот Мы им огородили Тут уже у меня Был выгул Вот так Поделили пополам Большой выгул Бегунячий И им Такая вот территория Большая Сюда Потом пойдут Еще Каюги Вот Орликины С этой стороны Гуляют И вот Они там Вот теперь Будут спорить Через сеточку Мужики Пока Привыкнут Бежит Бежит Орликин На разборке Такая Белая уточка Сидела С черным Тоже Скрадывала Его одиночество Ей Тихо Я аж Ей уже Блин Сколько Четыре Или пять лет Погоди Вот Так как Она мне На потомство Не нужна Она деревенская Просто белая утка Сиделка хорошая В прошлом году Прям три раза Вы сидела А в этом Мне она не нужна Поэтому Она идет Украшать Скрадывать Так скажем Как это Время У сексуального Маньяка Каюги Вот он уже Бежит Бежит Ну у него Теперь уже Две утки Я надеюсь Он не замучает Ее уже Так как Вначале Было дело Вот Ну есть Вот этот Загон Каюга И две утки Совершенно К его порой Не относящиеся Они Для того Чтобы 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 Было Яйцо И Просто Чтобы Каюга О Смотрите Что Он Очень быстро Это делает И чтобы Каюга Все еще Умел Оп Размножаться Нет Еще Никак В общем Они потом Будут Нестись Эти две Уточки Я буду Убирать Яйцо На еду Каюга Ты что Разучился Не дается Видите Какой Каюга Большой Зеленый Красивый Ему В принципе Вообще Все равно Какая утка Лишь бы Его Да Ага Не дают Тебе что Давай быстрее Жарко Тут Ну Походу Она ему Не хочет Давать Ничего А Все Отпусти Да Уточку Каюга У нас Помечен Будут У него Еще Его Как это Коллеги Не помечены Там Посмотрим Кто вырастут Утки Или Селезни Вот Такой Большой Загон Достаточно Пикалка Поработаешь Еще На яйцо Просто Утки 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 Зебро Спиной Ставь Надо Так Садись 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 Везде в домике, вы помните. Они скоро выведут. Выведут они где-то через неделю. И тоже сюда к ним присоединятся. Вот он красивый, черный, мощный. Ноги коротковатые. Но если у него будет потомство не коричневым геном, не шоколадным, я подумаю, чтобы его оставить. А если с коричневым, то, увы, мы тоже с ним попрощаемся. Вот если с другой стороны зайти, у них тут будет домик. Орликинам домика еще нет, но мы им сделаем. Они еще ждут тех двух самок, которые на гнезде. Вы помните, сумасшедшие? Вот здесь орликины, а Хаки Кэмпбеллы вот в том загоне. Вот отсюда виднее. Вот там живут Хаки Кэмпбеллы. Вот тут вот стеночка у них. Это вот все их. И ничего не вытоптали. Там живут орликины. Вот там живут орликины. И здесь будут жить каюги. Как вы понимаете, во многих хозяйствах, как и в моем, нет такого, чтобы было очень много-много помещений для птиц или для животных свободных. То есть там, например, 10 комнат в сарае, все свободные. В любой момент, кого хочешь, заселяй, и все готово. Такого нет. Это нерационально, это не нужно так. Вот, поэтому у многих система такая. Инкубатор, брудер и потом какой-то сарай-закон там. У кого что? У меня система такая. Инкубатор или утка, потом брудер, потом теплица. Для теплицы у меня как минимум 3 отделения в теплице по 6 квадратных метров для утят. Или, например, утка с утятами. Если такова есть желающая, с утятами с вами переместиться. Раньше у меня были такие, вот в этом году что-то не выводились. Вот, и я их перемещаю вместе с уткой. Вот, либо маленьких. Обычно где-то, если уже тепло, ну тепло это когда 20 градусов днем и там ночью 15, то уже недельных можно выселить цеплицу с лампочкой-грелкой. А остальных все равно приходится вот в пятнашки играть. То есть кто-то для этого загона уже вырос, мы его выселили, поселили туда других поменьше. Или, например, кто-то где-то там сидит утка, она отсиделась, освободился загон, и туда можно кого-то заселить. Или, наоборот, например, ну там была семья маленькая, стала большая, ее нужно тоже переселить. Разные причины, и мне приходится играть в пятнашки. Не могу сказать, что это прям такой капец проблема, но такое приходится делать, ничего страшного в этом нет. Переселяю, благо места хватает. Единственное, что приходится часто докупать сетку, ставить еще квадратики, кругляши, еще какие-то там калиточки лепить, чтобы птички поместились. Вот, но то, что я делаю вот сегодня, не знаю, закончу ли я это сегодня, переселение, это будет все до следующего, считай, ну февраля, как минимум, они будут в таком виде жить, именно в таких группах, потому что они уже будут расти, подрастать, полувозрелые, и потом уже из них будет отбираться племя на весну. Вот, поэтому нужно продумать так, чтобы именно эта толпа, вот эти конкретно оперенные, а те бегунята уже, да, которых я пересадила, чтобы они уже так жили долго, месяца 3-4, и то и больше. Нужно убрать загончик после бегунков с мамашей, где они сидели в крайнем. Нашла опять яйцо от мамаши, неоплодное, забираю на еду, убираю лишние домики, выгребаю старую солому всю, расчищаю пол, и потом буду добавлять новую солому. Домики все уберу, потому что утятам большим домики пока ни к чему, раздам индоуткам каким-нибудь. Ну вот, загончик освободила, солому подсыпала, здесь поилки все есть. Вот, еду принесу, домик убрала, им все равно они не надо, можно загонять молодежь сюда. Как мы будем пересаживать подрощенных, как мы будем пересаживать? Мешком неудобно, ведром тем более, а вот я сейчас буду их приманивать на личиночку, они сюда придут, а потом мы их загоним. Давай. Так. Все видно? Все видно. Вот, например, вот этот. Опа. А мы его туда. Опа. Поллины крови пока. Так, кто еще следующий? А ты будешь все есть? Опа. Курица, идите сюда. Поедите хоть. Курица я не буду растить. Опа. Ох ты! Неси. Поларош. Очень вкусно. Пикел, павлин. Не, 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 не. Павлин, ты мне мешаешь. Ужас как. Всех гоняешь. Вон, пришли. Так. Что-то мне. Тут молодец. Так, ты сюда. А тут как? Пишай. Сюда. А ты тоже. Опа. Так. Что еще? Молодцы какие. Пипи. Пипи. Давай. Опа. Молодцы, молодцы. Пипи. Пипи. Ты тоже пойдешь сюда. Опа. Давай. Кто еще вырос? Кто у нас тут? Вырос. Ты пойдешь сюда. Пипи. Что? Все остальные тут? Давай. Пипи. Садим. Не, не, не. Обман. Да. Поплошной обман. Потом еще раз их перенесла в загончик, потому что они меня совсем не боятся, не прогонишь палочкой. В общем-то я совершила преступление, да, обманула чувства верующих, за личинку обманула их, переместила. Ну ничего, здесь вот нормально им будет тусить. Сейчас я их еще подкормлю, чтобы они на меня не сильно обижались. Вот, эти останутся. У них вот там будет вот эта вот дверка открываться в большой выгул, в котором люди не ходят. Ох, вы наглые, да, вы прям так. И они не будут нам какать под нос прям сразу. Вот так давайте вам в кормушку. И вам. Вот, все. А здесь остаются большуны мои апрельские. Сегодня у нас, по-моему, 5 июня. Вот, 15 июня взвешиваю в 2 месяца. Уже тут определенные, конечно, лидеры будут. Вот, вот вообще два таких больших. А вот у этой уточки вот крылья отгибаются. Надо завязать крылья ангела. Ну все, этих переселили. Все сделано. Отмечено, сделано. Можно идти следующих переселять. Денек они тут посидят, чтобы привыкли. А потом я их... Откроем дверку и пойдут они туда. Если не будет заливать дождей опять. Пойдут они на траву гулять. Так, опять ты тут мешаешь мне. В общем, чтобы выпустить вот этих товарищей на волю, мне надо их... Вот я сейчас их выпущу просто. Павлин. И после них почистить теплицу еще надо. Сейчас мы павлину дадим люлей. Что это такое? Сейчас буду вылавливать и выпускать в общий загон. Они будут ходить у нас под ногами. То есть теперь они будут главными героями моего двора. Подрастающие. Так, проще, наверное, я сделаю вот так. О! Все, выходим все на фото сюда. Все, ваши ясли закончились. Чш-чш-чш-чш-чш. Все, до свидания. Ну, так закроем. Все. Все, вы там живете. Все, идите туда. Там много травы, всего хорошего. Свобода. Еще другую теплицу под них надо будет почистить. Ну, в общем-то, ладно, выпустила. Потом расслабятся, я покажу, как они расслабились. Пока будем чистить. Попробуем. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, поставила плиточку на палочки Все, к заселению тут все готово Воды принести, еды И сейчас понесем утят Утятам нужно быстрее в другое помещение Так, первая партия Поехали на сухую соломку Жив тут будете А не хотите? Так, запрыгивай, запрыгивай Так, и еще партия Давай, выходим Малыши Ромки вам не пидай Они быстро подрастут Мне понравилось тут бегать Не то, что в брудере Ой, какая хорошо тут Соломка Сейчас воды и еды принесем Так, ну вот, вода принесена Вот вам еда Товарищи Растите большими Гулять они пока не будут Потому что Здесь нужно, чтобы Выгул маленький подсох И вообще Зачем? Они пока маловаты Чтобы гулять Потом, попозже Вот они Руаночки И бегунки Новенькие Новенькая генетика В моем хозяйстве Так Теперь нужно Вычистить Эту теплицу Павлин Помолчу же там И ее я оставлю Курицам Здесь Есть где посидеть Сверху Поилочки Здесь тень Быстрее приходит И вот Сколько еды Они наделали Вот они сидели С утятами И весь корм Выгребали просто На солому Это ужасно Конечно Сейчас тут почищу Немножко И принесу свежую солому И заселю Курицу Да Жабка, смотрите, кто у нас тут бывает иногда, жаби. Жаби видно? Вот она, жабка там живет у них. Уп, уп, ай, все, убежала. Так, сейчас закинем соломки первой. Ну все. Так, соломы свежей накидала. Сейчас поилку починю. Соломы накидала, можно загонять куриц и калитку им сделать, чтобы закрывала их. Вот, подвесила кормушку. Я теперь знаю, я же не куровод. Теперь знаю, что они так раскидывают зерно, комбикорм, что вон, можно неделю тут есть. После того, как они с утками сидели, все пораскидали. Воды для маленьких. Поилку я починила. Вон они забились, пока там сидят. Сейчас я им других добавлю здесь. В общем, пока я решила, что здесь будет такой курятник. А-ля курятник. Потому что наш папа будет долго занят, до поздней осени, там, детскую площадку делать, и сарай, и много чего еще. Успеет ли он сделать курятник, я не знаю. Поэтому будем их тут приучать. И будем их тут содержать. Сейчас я им подкину еще братву. И они будут все вместе тут привыкать. Они же должны привыкнуть жить все вместе. Поэтому сейчас подкину сюда курицу с цыплятами. И пускай они тут сидят. И они тут сидят. курочка будет сетка тут мелкая туда уже они не вылезут эти курята еще у меня есть до цветные а курочки курочка будет гулять вот здесь и вон они и цыплята еще двое вот блин букаши пролезают туда надо их сюда выгнать вон они вон они малыши на той стороне сейчас мы их туда выгоним сюда все всех переловила это последний рыженький красивый с колечком я буду знать что это моя любимая ферма из 23 лис 20 тонн получилась вот у нас потеплело как видите все выпускаем и вот она моя коллекция пуш пуховых курках там шелковых трое из этих вот этот этот и этот этот моей курочки дети двое от моей любимой фермы это от немченко уже тут такие большуны идите сюда вот такие рыженькие это хотела рыженьких дайте покажу вас вот такая курочка я думаю что рыжие это все курочки а вот черный вот тот петух он если будет петухом пусть остается петухом у нас будет вот эта курочка мне кажется черная вот плюс мои и плюс курочка здесь же гуляет в этом же выгуле в этой же теплице будет жить со своими сколько их там пять пять давай покажись вот они пять дрыг дрыг все туда же в той же теплице будут жить пока в общий загон в общий на общую территорию выпускать их не буду чтобы они привыкли к друг другу хочу чтобы они мирно жили вон они все всякие разноцветные классные беги 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 последние боишься серый заходите теплице пойдете заходите вон они иди иди сюда там кричит вот все в принципе курятник даже можно сказать до весны определен все можно про куриц не думать хотела конечно красивый курятник но когда это случится я не знаю там отпускай привыкают живут вот курица и гоняет но им же надо вместе жить поэтому пускай привыкают все помечены еще те четверо вырастут и сюда пойдут тоже вот эти рыженькие какие красивые покажитесь какие вы красивые я так хотела рыженьких и черный да как курица разгрыбает корм это блин разорение честно говоря просто разорение он тут неделю подъедать теперь этот корм кормушка висит нормально я для больших повесил для меньших он кормушка стоит ну что разберутся они жальче всего мне было выгонять вот этих вот товарищей из-под ног но куда их столько много прям там где мы и живем все это закаканное мокрое вот здесь вон какое поле гуляй не хочу ну теперь буду заходить к ним иногда кормить их личиночкой чтобы не забывали что это я потому что тоже племенные товарищи но тут надо перемотать уточку у нее крылья кверху начинают задираться остальные вроде нормальные красавчики просится назад но нет вы отдельно гуляете да вы отдельно малыш пушистый ты же еще пушистый он они уже с перышками пусть гуляют там вот там их дверь и там у них еда комната их их номер короче вот ска идут туда если зайдут третью я думаю что их там большие утки выгонят взрослые пускай идут последний загон вот они вышли уже в общую стаю будут теперь ходить у нас в саду под ногами пока не вырастут их попы чтобы какать много потом выставим тоже вдаль туда уже чтоб спокойно росли и павлин сейчас устроит тут порядок не 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 туда не надо идти идите на туда где место больше каюги классные какие каюги черные эти быстро растут руанка руанка сиреневого сейчас обижать будет ладно пусть гуляет ослабляются нашли они себе счастье товарищи в общем-то переселение к концу вон они купаются мои ирума ируаночки интаутки и каюги здесь еще есть два бегуна один белый другой серый все что не оперенное мы оставили здесь у нас под ногами потом они подрастут мы их распределим дальше по большим уже загонам уже до осени до зимы даже я бы сказала а пока вот малыши тут будут веселиться перед носом и у вас перед носом все время смотрели на голубых индоутят на лаванда голубых индоутят и теперь вот на этих будем смотреть наверное месяц может меньше зависимости от того как они будут расти скоро каюгам месяц вот я буду взвешивать всем остальным будет чуть меньше но свежую всех до куч но это уже в следующий раз павлин гуляет и еще осталось тут по моему раз большой 2 и там еще 2 до больших большунов но не оперившись а я здесь оставила пока не отправила в дальний дальний загон это никакие руанки такие есть пять светлых как бегуны прям похоже только что такая каюги конечно крупнее всех почему-то руанки будут когда оперятся будем рассматривать подробно их его заснять вот он оперяется какой-то пестротой все убежали так самая сложная группа заселена это у нас тут что оставшиеся подростки которые сейчас купались корыте руанки каюги хаки кэмбеллы бегуны это индоутки каюги черные хаки кэмбеллы вот такие вот коричневые вот они вот руанка вон с индейскими глазами есть еще два бегуна ну вот он белый бегун где-то еще серый такой вот он серый серый не кушают сейчас еще принесу еды наверно чтобы была вторая кормушка и воды еще поилка только одна там курочке стороны все переселение считаю закончилась смотрите-ка руанец у него лезет перья почему-то такие как как будто серые из-под белых это бегун серый руаночка черненькая в общем они будут здесь ночевать все мы определились всех рассадили это чтобы они не затоптали воду да у вас корма до себя осталось не нужно пока поставлю так даже синенький у нас ручной да синенький синенький хорошенький хорошенький принесла им еще одну кормушку так наверно поставлю и попробую пойдут ко мне руаночки пойдете ко мне не пойдете у меня утки то знают что такое идешь уху иди большой ну понятно ну понятно руанок приручить это еще такое дело вряд ли получится и каюк тоже тоже обычный Все, ладно. Оставайтесь тут жить. Обольщенные, всякие, обольщенные, обольщенные, обольщенные. Вот, в принципе, кого мы хотели расселить, всех расселили. Всех раскидали по новым комнатам и загонам. Иди сюда, толстяк. Вон какой ты хороший, большой, а перьев еще нет, да? Тихо, тихо, поцарапываешь меня. Тихо, молодец такой большой, да, иди, иди. Вот эти товарищи будут жить здесь, курица там. Кто у нас одна семья, да, большая, переехала в лучший загон, чем они сидели. Еще утки доседят и пойдут туда же, к селезню. Из брудера вышли утята в теплицу, в большое помещение для них побегать, ну, как бы сюда плюс. И брудер мы тогда забрали, утят у утки. Бегунам отдали целый загон. Мамашу вернули к папаше. Может быть, я что-то еще забыла. Ну, в общем, все сделали, что мы хотели. Все у нас получилось хорошо. Потратили на это где-то полдня. Вот стало уже даже жарко, тепло. Вот, закончили всю чистку всех загонов. Все-все хорошо, почищено. Вода еда есть, и все. Пусть растут. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok